Ну что, пока гейминг продолжает эволюционировать, и 2023 и 2024 годы обещают нам невероятные приключения и эпические истории, в этом видео я представляю вам топ-10 самых ожидаемых игр, которые разнообразят ваше геймерское путешествие и сделают его незабываемым. Готовы к встрече с будущими хитами? Тогда жмём лайк и погнали! Under the Ways – увлекательное приключение, оснащённое изумительной графикой и многогранным сюжетом. Возьмись за исполнение роли главного героя, мужчины по имени Стэн, который всю жизнь посвятил работе и множество раз успешно погружался в самые глубины океана. Пережив тяжёлую жизненную трагедию, Стэн принимает решение отправиться на изучение Северного моря, чтобы хоть немного отвлечься от произошедшего. Внезапно что-то идёт не по плану, и главный герой оказывается в окружении загадочных событий, совершенно необъяснимых и удивительных, которые и заставляют его задуматься о сути своего существования. Тебе нужно помочь Стэну вновь увидеть солнечный свет, иначе он останется в этих глубинах навсегда. Проходи испытания, изучай окружение, добывай ценные ресурсы и раскрывай мрачные тайны этого места, что и повысит шансы на спасение. Визуальное исполнение наполнено крутыми эффектами и создаёт футуристичную атмосферу за счёт музыкального сопровождения. Дэйме 1994 Саунд Кассел Это сюжетный хоррор от третьего лица, приквел, полюбившийся всему миру Дэйме 1998. Играйте за специального агента Далилу Рейс, бывшего правительства шпиона на службе в аварийно-исследовательской дивизии Хексакор. И приготовьтесь попасть в самое таинственное место в истории. Но будьте начеку, ведь лабиринтик коридоров научно-исследовательского центра вас ожидает нечто ужасное и смертельно опасное. Возьмите с собой самое современное и совершенное оружие в мире и приготовьтесь встретиться с невиданными доселе существами в дожуте запоминающихся локациях. Прекрасная смесь из жестоких и смертельно опасных врагов, хардкорного экшена, плетённых в игровой мир загадок, леденящего душу саундтрека, исследования и огромных концентрированных доз ужаса ждёт вас в игре Дэйме 1994 Саунд Кассел. Спрятаться некуда, особенно когда по пятам идут твои кошмары. Вархаммер 40 тысяч Спейс Марин 2 Фантастический шутер от первого лица и одноимённый сиквел, который расскажет новую историю во вселенной Вархаммер 40 тысяч. Как и прежде, вам придётся играть за одного из космических пехотинцев, и игрока ждёт новая история, когда он будет посещать различные планеты и сражаться с орками и другими смертельными врагами. Речь идёт об Ордене Титанов, новых смертельных врагах, кровожадных монстрах, и кажется, ничто не может их остановить. В игре будет кооперативный режим и режим одиночный, что позволит вам выбрать, как действовать дальше. Также будет стандартный мультиплеер, где вы объединяетесь в команды на тщательно разработанных картах. Геймплей в основном является продолжением первой части серии, но с некоторыми новыми трюками и возможностями. Например, есть новое оружие и снаряжение, различные навыки и суперспособности, повышение уровня навыков и улучшение снаряжения. Кроме того, локации стали менее линейными и более детализированными. Игра была создана на новом движке, что позволило улучшить графику и визуальное оформление. Сюжетная линия разделена на миссии в разных частях галактики, с дополнительными заданиями и несколькими захватывающими игровыми режимами. Энотрия The Last Song Это ролевая игра, действие которой происходит в фантастическом мире, основанном на итальянском фольклоре и культуре. В начале игры королевство деградировало, превратившись в пустую, но красивую оболочку. Древние замки, великолепные террасы, природные объекты стали полями сражений. Главный герой возьмет на себя роль силы перемен в этом проклятом мире, став его безумным бойцом и искажая его реальность. Для этого вам предстоит пройти сложный путь и сокрушить всех врагов. Задача главного героя – спасти угасающий мир. Герой рождается вне габелена Коновача, поэтому он может нарушить законы сотканной пьесы. В финале ему предстоит столкнуться с создателями полотна и виновниками проклятия мира Энтарии. Приключение позволит вам остаться самим собой и стать участником маскарадного представления. В любом случае, он должен дойти до конца, чтобы вернуть шумное население на улицы городов, заставить их услышать песню цикад, оживить торговлю и общение. Царство лишается всего этого и гибнет под тяжестью наложенного проклятия. Банни Шерст Гост оф Нью Иден. Здесь нам предстоит взять на себя роль Реда Макрейта и Антеи Эдуаре. Пара охотников за призраками, поклявшихся защищать живых от угроз фантома. После неудачного задания Антея умирает от тяжелых травм и сама становится призраком. После этого они пытаются освободить душу женщины от мучений. В этом смысле, очень интересной динамикой геймплея Don't Note является то, что в миссиях нам чаще всего придется делать судьбоносный выбор с учетом полученной информации, которая может повлиять не только на судьбу персонажей, с которыми мы будем взаимодействовать в ходе приключения, но и на судьбу Антеи. Например, в конце некоторых миссий игроку предстоит принять экстремальное решение. Пощадить ли НПТ или жестко перерезать ему горло? Очевидно, что более гуманным будет первый вариант, но в этом случае дух Антеи будет ближе к вознесению в Царство Небесное. Второй вариант, очевидно, более безжалостный, но он будет способствовать воскрешению Антеи. Интересная динамика, которая в немалой степени увеличивает весомость каждого выбора игрока. Ground Blue Fantasy Relink. Новая версия одноименной боевой игры в приключенческом жанре от японских разработчиков. Внимание у игрока представляется экшен-бои, происходящие в локациях вымышленного мира, выполненных в стилистике аниме. Игровой процесс строится на том, что игрок постепенно проходит миссии, открывая по мере продвижения новых персонажей. Каждый из них обладает особыми способностями и уникальным стилем боя. Игроку предстоит управлять командой, состоящей из четырех бойцов. В процессе необходимо переключаться между персонажами, выполняя различного рода задачи. Кроме одиночной кампании, геймерам будет представлен мультиплеерный режим, в котором игрок проходит состязание с боссами, заручившись поддержкой других союзников. Встречаясь с противниками из мистического мира, игрок атакует противников, используя обычные и продвинутые техники атаки. Геймерам предоставляется четыре варианта базовых действий, с помощью которых можно нанести урон сопернику, а также специальные способности. Каждый персонаж имеет свой уровень прокачки, и для прохождения некоторых боссов игрок должен будет достичь определенного значения. Expedition Amandrunner Game Это следующая игра о серии о вождении по бездорожью. Здесь вам предстоит возглавить научно-исследовательские экспедиции в самых разных областях, от пустынь и лесов до крутых гор. Здесь у вас будет больше высокотехнологичных инструментов, включая дроны, металлоискатели и многое другое, которые помогут вам планировать свои экспедиции и находить тайники с полезным оборудованием. Некоторые из инструментов, включая в себя такие вещи, как якоря, которые помогут вам подняться по крутым склонам, или эхолоты, которые дадут вам представление о глубине воды, прежде чем ваш автомобиль уйдет по течению, вы также будете управлять своим лагерем, чтобы строить дополнительные постройки и нанимать неигровых персонажей, которые помогут вам разблокировать новые навыки. The Lords of the Fallen Это ролевая игра от первого лица, которая перезапускает серию. Главный герой – крестоносец, намеревающийся сразиться с демоническим божеством Адыром. Событие начинается через сотни лет после финала оригинальной части. После убийства демона прошло одно столетие, и страшное существо может воскреснуть. Единственным спасением вселенной станет главный герой, который отправляется в приключения под царством живых и мертвых. Если сравнивать новинку с предыдущей игрой, то у нее куда более насыщенный сюжет. Игровая карта и основная тема стали более мрачными. История начинается с редактора создания персонажа, в котором вы можете изменить внешний вид, а затем выбрать один из доступных классов. В процессе прохождения игроки будут заниматься развитием героя и героини, улучшением характеристик и магических заклинаний, а также получением лучшего снаряжения. Сражение здесь происходит намного быстрее, чем в оригинале. Ключ к победе заключается в использовании вашей ловкости и рефлексии. Терпение также важно, ведь во время стычек можно выявить уязвимые места в обороне и дождаться подходящего момента для атаки. Есть как одиночные, так и многопользовательские режимы. Помимо кооператива, игра позволяет перемещаться в миры других пользователей. Благодаря использованию продвинулого движка Unreal NG5, визуальный фон проекта выглядит детализированным и качественным. Nighty Gale – это кооперативный хоррор-шутер, событие которого происходит в альтернативной вселенной, вдохновленной викторианской эпохой. По сюжету игрок и его друзья проходят через различные загадочные миры, путешествия между ними через специальные порталы. Все планеты и другие вселенные захвачены полчищами монстров, и есть только одно место, где люди живут и выживают нормально. Но сначала нужно найти способ попасть туда, а для этого нужно преодолеть самые опасные места во вселенной. К счастью, главный герой обладает необходимыми навыками выживания, а также может воспользоваться помощью своих напарников. Геймплей сочетает в себе элементы выживания, исследования и экшена. В игре есть несколько главных героев, каждый из которых обладает определенным набором навыков и оружия. Вы можете играть как в одиночку, так и со случайными игроками или надежными друзьями. Оружие может быть холодным, магическим или огнестрельным, а также бомбы и гранаты, различные полезные предметы и многое другое. Игра имеет очень качественную 3D графику в стиле темного фэнтези с элементами викторианской эпохи. Assassin's Creed Mirage Это игра, которая является 13-й частью известной франшизы, которая посвящена истории о таинственных ассасинах. Новая часть будет рассказывать о том, что происходило на территории Багдада 9 века. В качестве главного героя выступает совершенно обычный мелкий вор по имени Басимом Ин Исхак. Молодому человеку необходимо будет отправиться в путешествие под наставничеством женщины по имени Рошан. И именно так он сможет стать самым настоящим ассасином, который достоин вселять страх в душу противников. Игроку необходимо будет принять участие в действительно интересном сюжете. Также придется вступить в состав незримых и открыть совершенно новые тайны Ордена Древних. По словам разработчиков, данная часть игры станет заключительной в истории ассасинов. То есть игровой процесс будет очень плотно завязан на сюжетные линии. Игроки могут узнать о том, что вообще происходило за 100 лет до самого начала истории первой части Вальгала. Именно в этот момент игроки смогут узнать, как конкретно появилось тайное общество, а также к чему приведет его существование. Игрок сможет ощутить приятное чувство ностальгии, потому что именно данная серия смогла предоставить игрокам доступ к самым интересным игровым механикам. Также игроки смогут воспользоваться такой техникой игры, как стелс с элементами паркура. Лишь только в этом случае игрок сможет достичь поставленных задач. Со всеми, кто досмотрел до этого момента, я соглашусь. Это всего лишь малая часть ожидаемых игр, которые сделает следующий год невероятно увлекательным для геймеров. Расскажите о своих ожиданиях в комментариях и поделитесь этим видео с друзьями, чтобы вместе радоваться будущим игровым приключениям. Субтитры сделал DimaTorzok